Всем доброго времени суток! Сегодня мы с вами поговорим о препаратах, которые должны быть в аптечке цветовода у каждого. Препараты могут быть немножко других фирм, названий, но принцип действия должен быть примерно одинаков. Свою аптечку я храню вот в таких контейнерах с разделителями. Итак, какие препараты я использую? Меня часто задают вопрос, каким именно препаратам нужно простимулировать рост, цветение, каким препаратам нужно бороться с вредителями и тому подобные вопросы. Поэтому сегодня я покажу свою аптечку садовода и какие препараты я непосредственно использую. Вот здесь у меня в первом большом разделителе это препараты от вредителей. Я еще раз повторю, препараты могут быть разные, разных фирм. Вы можете использовать те препараты, которые вам наиболее нравятся. Например, более дорогие, японские, сексициды, акарициды. Ну или подешевле, как я, например, если не сильно запущены случаи. Например, если сильно запущены случаи с клещами, я бы порекомендовала все-таки начать борьбу с японскими препаратами. Итак, какие препараты использую я? Первое, что у меня здесь находится, это вот Тиавит Джет. Я использую в основном для профилактики для винограда. Не дожидаюсь появления болезней. Это фунгицид для борьбы с мучнистой росой и другими заболеваниями на плодовых, ягодных, цветочных культурах и винограде. Я еще раз повторюсь, использую я его в первую очередь для профилактики. Далее, сейчас у меня только один пакетик, а так побольше это Топаз. Этот препарат я тоже использую в основном от мучнистой росы. Последнее время весна и начало лета у нас холодные и сырые, и поэтому очень часто на растениях образуется мучнистая роса. Но вот эти препараты я использую в основном для уличных, садовых растений. Далее у меня идет препарат Фуфаноннова. Это для борьбы тоже с вредителями. Это инсектицид, который в основном борется с клещами, мучнистым червецом, тлями, мушками, трипсами, белянками и другими насекомыми вредителями. Это очень сильный препарат. Вонючий препарат, поэтому его рекомендую использовать только на улице. В сильно запущенных случаях, ну или для уличных просто растений, для которых менее слабый препарат может просто не подействовать. У меня его 4 штуки. Я держу всегда с запасом, чтобы когда появилось, я сразу использовала, а не бежала в магазин, искала, или когда попала в магазин, купила. А болезнь в это время прогрессировала, или вредитель прогрессировал. Далее у меня идут фитоверм. Фитоверм я использую в основном для профилактики и для легкой степени заражения вредителями. В основном на комнатных растениях. Для уличных растений он все-таки слабоват. Почему для комнатных, потому что фитоверм это на основе натуральных компонентов, он безвреден для животных, рыбок, пчел. Не воняет. Ну, хотя есть легкий небольшой запах, но он быстро обветривается. И довольно-таки действиен. Хотя, знаете, если его применять по методу разведения, как для трипсов, и поливать, точнее обрызгать, 3-4 раза через каждые 3 дня. Вот в этом случае он поможет от любых вредителей. Эта схема не дает образовываться, вылупляться новым насекомым. И чем выше температура, тем срок между опрыскиванием должен быть меньше. Чем прохладнее, вредитель не так быстро вылупляется, и этот промежуток можно увеличить. Эта схема Павла Яникеева. Это селекционер гиснериевых, бегоний. Именно по этой схеме он рекомендовал бороться с клещами, в том числе и цикламеновым клещом на фиалках. Поэтому у меня всегда много в запасах. Я даже стараюсь вот такие маленькие упаковки брать, это на небольшое количество растений. А вот такой вот стараюсь держать в больших упаковочках. Тут 25 мл, нет, 10 мл. Есть и большие упаковочки фитовермы, чтобы его хватало на большое количество растений, чтобы не мучиться с маленькими ампулками. Далее у меня идет препарат Максим. Это фунгицид. Фунгициды в основном борются с болезнями, гнилями, инфекциями. А инсектициды борются с родителями. Препарат Максим я использую в основном для луковичных растений, таких как гладиолусы. Я уже в одном из своих видео про гладиолусы показывала, как ими обрабатываю луковицы. На комнатных растениях я использую на глоксиньях. И то только на покупных клубеньках из магазина. Следующий идет октара. Каждый год я пеларгонию выношу на улицу и каждый год ее атакует белокрылка. Поэтому октару я держу всегда, чтобы сразу полить растения. Даже в последний год я уже не дожидалась появления, не упускала момента, скажем так, появления белокрылки. И сразу профилактически появлялась. И белокрылка в этом году у меня не появлялась на геране. Именно октара очень хорошо борется с белокрылкой. Далее у меня идут стимуляторы, регуляторы роста растений. Они также повышают болезнь и устойчивость растений. Иногда стимулируют рост. Например, первый у меня идет домоцвет. Его в основном используют на цветущих растениях. Он усиливает жизнеспособность и выносливость растений. Улучшает рост на новом месте, ускоряет выздоровление заболевших растений. И обеспечивает полное усвоение элементов питания. Это хороший антистрессовый препарат. Но он не стимулирует цветение. Далее у меня идет эпин. Это универсальный антистрессовый адаптоген. Эффективная защита от заморозков, восстановление поврежденных растений. Это тоже очень хороший стимулятор роста. Также он повышает очень хорошо иммунитет растений и болезнь и устойчивость. Его лучше используется в вечернее время, потому что на дневном цвету он распадается. Об этом не всегда пишут на упаковке, но на цветочных форумах цветоводы всегда об этом предупреждают. У меня его всегда очень много, потому что использую много. Он всегда, даже просто, когда начинается межсезонье, лето-осень, прохладно в комнате, поливаю, брызгаю растения, чтобы они меньше испытывали стресс. Эпином можно, в принципе, и поливать, но он менее эффективен, чем при опрыскивании. Далее, мой любимый циркон. Использую его практически всегда. Во-первых, он хорошо помогает образовать корневую систему. Также он стимулирует образование цветов. Я как-то рассказывала в своем видео, не помню, осталось это видео или нет, про свои орхидеи. Есть куча советов в интернете про орхидеи, где рассказывается, что нужно обеспечивать либо стрессовую ситуацию, недолив, пересушка, потом полив, удобрение использовать, перепады температуры ночной, дневной. В общем, много советов, чтобы стимулировать образование цветоносов. Но я все это пробовала, мне ничего не получалось, не хотел цистить орхидеи. И потом мне посоветовали именно циркон. 4 капли на литр. И орхидея действительно после этих процедур, при каждом замачивании, поливе орхидеи, я использовала циркон. И действительно орхидея зацвела. Также это эффективная защита от засухи, ОФ-излучений и тому подобное. Кстати, именно в отличие от циркона, можно и поливать растения. Он сасывается корнями, не только опрыскивает. И также он не распадается на свету и можно поливать и утром. Он даже лучше активизируется на солнце. Также это антистрессовый препарат. Обязательно, вот если я упустила момент и не полила какое-то растение, немножко оно пересохло, поливаю наоборот цирконом, чтобы растение восстановилось. Следующая корзиночка, она уже не сильно наполненная, это то, что у меня всегда есть, это корневин. Корневин это стимулятор корнеобразования. При замачивании черенков, ему можно растворить в воде, можно просто череночек опудрить, конец, и сразу посадить. Это очень хорошо стимулирует корнеобразование. Также можно им полить под корень. То есть замачивание, припудривание и полив. Очень хорошо образовывают корешки. Далее идет у меня, здесь он просто находится сейчас, это фитоспорин. Для лечения и профилактики грибных и бактериальных болезней. Фитофторы, корневой гнили, парши, мучнистые росы, черные ножки, ржавчины и других. Очень часто я поливаю им растения, вновь посаженные черенки, чтобы корневая система адаптировалась и ни в коем случае не загнила. Также вот помидорчики я им поливала, чтобы не образовалась такая опасная болезнь, как фитофтора. Также от грибных болезней очень хорошо, очень хорошо помогают. И вот в таких случаях, даже когда плесень образовывается при неправильном поливе на орхидеях, не на орхидеях, а в горшках на коре, он тоже очень хорошо помогает. Ну и, конечно же, в первую очередь от гнили. Далее у меня идет такой препарат, как кентарная кислота. Это тоже очень хороший стимулятор роста. Корнеобразование он помогает, помогает в стрессовых ситуациях восстановить тургор. Очень много у него свойств. Он продается в обычных человеческих аптеках, иногда и в садовых. Но у нас в обычной аптеке он продается. Используется он как витамин, конечно. Ну и витаминка для растений тоже очень хорошая. Также вот такой вот препарат НВ-101 или HB-101. Я не знаю, как правильно он звучит. Это тоже натуральный виталайзер для овощей, цветов, деревьев, кустов, грибов. Обалденнейший препарат. Способен восстановить даже сильно завязшие растения или истощенные растения. Вообще лучше используется в жидком виде его. Но у нас я нашла его только в таком вот сухом виде. Это для оздоровления его в основном почвы. Вот его разбросать по почве, перекопать. Вот такой вот сухой используют осенью при перекупке из расчета 1 грамм на 1 квадратный метр. А в этой упаковочке 10 грамм. То есть на 10 квадратных метров. В принципе, у меня небольшие клумбы. И вот такого мне размера хватает. Хотелось бы, конечно, в жидком виде. И рекомендую в жидком виде. Это даже лучше, чем циркон, эпин и другие. Это обалденнейший препарат. И вот этот, кстати, все прочтем. Это экологически чистый стимулятор роста и активатор иммунной системы. Пролонгированного действия для культивации всех видов растений. Ну, а здесь у меня лежат уже открытые препараты. Корневин, которые я часто использую. И фитоспорин. Вот такая вот у меня аптечка садовода. Вот такие препараты я рекомендую иметь всегда под рукой. Чтобы в случае какой-нибудь бяки, болезни, вредителя или стрессовой ситуации вы сразу воспользовались препаратом, а не бежали в магазин и его искали. Если у вас остались какие-то еще вопросы, обязательно задавайте. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok